Если они не одобрят помощь Украине сейчас, Киев может проиграть войну до конца года. Об этом 18 апреля американских конгрессменов предупредил директор ЦРУ Ульям Бернс, пишет политика. Выступая на мероприятии в президентском центре Джорджа Буша, Бернс призвал Конгресс принять дополнительный законопроект, который выделит миллиарды на военную поддержку Украины. Благодаря военной поддержке, как практической, так и психологической, украинцы вполне способны продержаться в течение 2024 года и разрушить высокомерное мнение Путина. О том, что время играет на его стороне. Издание подчеркивает, что слова Бернса являются, пожалуй, самым сильным предупреждением относительно войны в Украине со стороны высокопоставленного представителя администрации США. Оно прозвучало в то время, как официальные лица в Киеве предупреждают, что наступательная операция России летом может привести к заходу в Украину огромных потоков российских войск. Так ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял. Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну. Если Украина проиграет эту войну, другие страны подвергнутся нападению. Палата представителей Конгресса США уже опубликовала законопроект о новом пакете помощи Украине. Он предполагает выделение Киеву более 60 миллиардов долларов, дальнобойные ракеты «Атакамс» и переход на систему займов. 20 апреля пройдет голосование по законопроекту. Пакет помощи разделили на три части. Поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Голосование по каждому пакету пройдет отдельно. Тем временем, несмотря на то, что в сети неоднократно появлялась информация о том, что путинский режим посылал сигналы готовности к переговорам с Украиной, всплыли реальные планы страны-агрессора. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил представителям нескольких российских изданий о том, что страна-агрессор не намерена прерывать боевые действия в Украине в случае начала переговоров по войне, которую развязала Россия. Глава российского МИД заявил, что РФ не доверяет Украине, и Кремль убежден в необходимости продолжить захватническую кровопролитную войну. Субтитры создавал DimaTorzok